Это программа День с Толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Он вас ведет назад в короткая остановка. Баба! Как алтайских разведчиков готовят к отправке в зону боевых действий? Специальный репортаж Толка из Оренбургской области, прямо с военного полигона. В разы быстрее, чем на автобусе, из Барнаула сегодня запустили скоростной поезд до Славграда. Счастливо! В поисках новогоднего настроения. Как в этом году украшают город к праздникам? Алтайских разведчиков до конца года планируют отправить в зону боевых действий. Вот уже полтора месяца в Оренбургской области специальное подразделение проходит комплексную переподготовку. Что она в себя включает? Насколько освоена программа? И главное, какой настрой у бойцов перед отправкой на линию соприкосновения? Ответы в эксклюзивном материале нашей съемочной группы, которая недавно вернулась из Тотского военного полигона. Коридор казармы. У каждой комнаты десятки кирзачей. Но при виде камеры поначалу все разбежались. Как и подобает настоящим разведчикам, они сдержаны и немногословны. Одного бойца успеваем все же застать и немного разговаривать. Здесь получается у нас 16 человек. В одно помещение? Да. И не тесно? Нет. К бытовым условиям претензий нет ни у кого. Какой бы ни была казарма, говорят бойцы, это лучше, чем палатка под открытым небом. А здесь есть даже отдельный уголок для физподготовки. Каждое утро подъем штанги, жим на перекладине и жонглирование гирями. Вот так работает разверг. Но разминка только начало. Дальше многочасовые занятия на поле. Туда бойцы идут уже с оружием. Следующий. Под открытым оренбургским небом, где ветер моментально пронизывает до костей, полк ежедневно проводит по 6-8 часов. Отрабатывает тактическую инженерную подготовку, саперное именно подрывное дело и, конечно, стрельбу. Короткая остановка, БАБА отработали. Он кричит, пустой. Вы этот момент меняете. Вы досылаете патрон в патронник. Он вас ведет назад. Короткая остановка, БАБА. В Алтайской роте свыше 100 военнослужащих. Большая часть добровольцы, у которых за плечами боевой опыт в Чечне и Сирии. Бывалые саперы, разведчики, стрелки помогают отточить навыки тем, кто прошел только срочную службу. Командиры подчеркивают, практика идет с учетом понимания того, что современная дуэль, прежде всего, артиллерийская. Я считаю, что подготовка идет серьезно. И все те задачи, которые нам будут поставлены, мы выполним в полном объеме. Эффективно выполнять задачи под артиллерийским обстрелом невозможно без надежного обмундирования и снаряжения. В этом смысле незаменимы надежные шлемы. И имя наших разведчиков в качестве гуманитарной помощи обеспечил депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев. Спасибо огромное. Шлемы системы МИЧ – легкая, но многофункциональная бронезащита. Она способна защитить от осколков и пуль автоматов. Данная система может быть оборудована для защиты слуха активными наушниками. Может быть оборудована подобной системой. И дополнительно к этому есть возможность оборудовать систему монокулярными, системами ночного видения, системами тепловизионными, экшн-камерой. Александр Прокопьев поддержал ребят также морально. Передал пожелания от волонтеров вернуться домой живыми и невредимыми. И предложил бойцам отправить новогодний привет своим близким. В преддверии новогодних праздников взял с собой новогодние открытки. И вот попросил ребят написать пожелания. Я пообещал им, что обязательно найду возможность передать эти открытки. Визит земляков, добрые напутствия, возможность передать весточку на родину немного растрогали разведчиков. Но теплые чувства, говорят бойцы, лишь повысили боевой настрой. На белые листы, и голодоночка на мою жизнь. И голодоночка на мою жизнь. Елена Макаренко, Андрей Печоркин. День с толком. Не хватает врачей. С такой жалобой к нам в редакцию обратились жители Южного. Уже несколько лет пациента 10-й горбольницы жалуются, что получить медицинскую помощь своевременно очень сложно. Это сегодняшнее утро. Плотная очередь из температурящих больных. По словам автора видео, к пациентам никто не выходит. В фильтрбоксе не хватает врачей. Вот это у нас фильтрбокс. Народу много. А еще на улице тоже ожидают граждане. В 8-10 и приема у нас не ведется. У всех температура и даже негде просто сесть. Насморк и высокая температура. Месяц назад мы уже делали материалы проблемы в этой горбольнице. Тогда нам сообщили, что укомплектованность кадрами в норме. Средних медработников 76%. Столько же врачей. О нехватку врачей объяснили уходом на пенсию или увольнением по собственному желанию. Вот и сегодня главврач больницы Павел Кольников сообщил, что все идет по плану. Я сегодня вышел из отпуска. Значит, ситуация сегодня под контролем абсолютно. Люди определены. Если возникала ситуация какая-то с определенным, очередностью определенной, то это возникало в основном из-за того, что тоже медицинские работники заболевали. Все под контролем сегодня. Эти вопросы буквально мониторируются каждые 5 минут. То есть сегодня удалось все-таки людей в фильтрбоксе принять? Да, конечно. Работа осуществляется. Применение физической силы требовала ситуация. Спустя месяц после инцидента избивший мужчину у торгового центра Первомайский предоставил свою версию событий. В ней он действовал в интересах своего сына и защищая его. Подробностью у Дмитрия Дроздова. Он что-то спросил у моего сына, не зная что. Или сказал ему. Он очень сильно испугался, выбил мою руку и побежал. Я говорю, Стас, не бойся, подожди. Сын испугался, его нужно защитить. Новая версия избившего, как потом выяснилось, инвалида у торгового центра Первомайский 12 ноября. Спустя месяц после инцидента разбирательству правоохранителей возбуждения уголовного дела жена избившего выкладывает ролик. В нем мужской голос рассказывает, что велосипедист своими вопросами напугал ребенка. И ему ничего не оставалось, как защитить сына. Уезжай и не вмешивайся, куда тебя не просят. Пока я тебя не ударил. У меня есть желание тебя ударить. Стоит сказать, что избивший барнаульца уже успел публично признать свою вину. Теперь же защищается. Но почему свою версию мужчина представляет месяц спустя? Уезжай отсюда. Разбирайся в другом месте. Ты, говорю, детей пугаешь. Меня доводишь. Ты чего хочешь? Чтоб мы с тобой подрались, мы подеремся. Алина, жена пострадавшего, отреагировала на это видео просто. Она уверена, видеоряд совершенно не вяжется с начитанным текстом. Например, на кадрах, где мужчина не начинает вести себя агрессивно, со слов его супруги он говорит следующее. Подписано. Многое не соответствует. А что именно не соответствует, я не поняла. Ребенка опрашивали в присутствии психологов. И он не был напуган велосипедистом. То есть его показания уже в деле. Зачем врать? Дело направлено в суд. Адвокат нападавшего еще в ноябре писал пострадавшей стороне, предлагая возместить ущерб. Но готова была предложить лишь 10 тысяч. В то время как расходы на лечение, временную нетрудоспособность и ремонт телефонов пострадавшего обошлись его семье в 36 тысяч. Мы продолжим следить за развитием этой ситуации. Дмитрий Дроздов. День с толком. Сегодня в Барнауле запустили новый скоростной пригородный поезд до Славгорода. 395 километров он преодолевает за 6,5 часов. Это быстрее, чем на автобусе. Маршрут будет проходить через Ребриху, Кулунду, Табуны. Комфортный рейс должен охватить еще больше районов и разгрузить автодороги. Передаю слово Марии Мацаевой. Барнаул-Славгород. Самый быстрый из скоростных пригородных поездов сегодня отправился в свой первый рейс. От начального пункта до конечного – 6,5 часов. Что быстрее, чем на автобусе. Если до этого пригородное движение охватывало 7 городов и 16 районов, то этим поездом охват возрастет до 9 городов и 23 районов Алтайского края. Поезд состоит из новых вагонов, которые пришли в этом году. А в этом году на Алтайский край поступило 30 новых вагонов. Для того, чтобы по приемлемым тарифам, по приемлемым ценам можно было бы работать Алтай-пригороду, необходимо безусловные капитальные вложения. И сегодня это происходит. Миллиарды рублей, вложенных в средства, только последние 30 вагонов, которые уже поступили, это почти 2 миллиарда, наверное, 100 миллионов рублей. Около такой цифры. Почти 70 миллионов каждый стоит, каждый вагон. Современные чистые вагоны, мягкие кресла, система климат-контроля, обеззараживание и телевизор – все для комфортного времяпрепровождения. Таких условий пассажиры ждали давно. Несколько лет назад был День железнодорожника, и мы ездили, наша компания представляла вагоны в город Славгород. И уже в то время жители города Славгорода были очень востребованы и хотели, чтобы мы запустили к ним поезд с такими новыми вагонами, комфортными условиями, с предоставлением различных услуг. То есть это, наверное, более пяти лет мы это все готовили, прорабатывали. Я вообще железнодорожник с большим стажем пришла посмотреть. Новый поезд, новый, очень красивый, современный, я думаю, и удобный вагон. Это такой подарок для наших тружеников Алтая. Дорога автомобильная не очень хорошая в данном направлении, поэтому поезд давно ждали. И это, конечно, более комфортно, более быстро, удобно, тем более зимой. Также в РЖД отметили, что маршрут позволит соединить между собой важные населенные пункты и снизит нагрузку на автодорогу по направлению Барнаул-Яровое, особенно в летнее время. Счастливо! Мария Мацабель, Александр Антропов. День с толком. Без особых излишеств. В этом году барнаульцы уже ощутили, что большого праздника на улицах города не будет. Световые фигуры, иллюминации, ледяные скульптуры, тем не менее, локально в городе устанавливают. Так где искать праздничное настроение, узнавала Юлия Щепина. Этот Новый год барнаул проведет по-домашнему. Особых излишеств в украшении города ждать не стоит. Такой логики придерживаются во многих учреждениях краевой столицы. В этом году мы используем уже имеющееся украшение на Новый год. Нового не заказываем, как и все, наверное, в этом году. Из украшения у нас самая главная елка – шестиметровая ель. Для ее украшения мы объявили конкурс на создание игрушки. Уже у нас есть первые участники. Пять человек, восемь игрушек принесли на конкурс. До 20 декабря мы принимаем игрушки. 22-го будем украшать елку. 24-го можно будет прийти на праздник. И торжественно мы откроем нашу главную елку. А на Барнаульском Арбате создают сказку – 60 кубометров ледовых блоков. Из них вырастут герои советских новогодних открыток – Дед Мороз и Снегурочка. Для самых маленьких установят две горки. Мы традиционно будем устанавливать там праздничную ель. Кроме того, будет установка световых элементов, а именно новогодние елочные шары, световые ели, светодиодные цветы. Также будет установлено восемь ледовых барельефов. А вот главной ели в Барнауле на площади Сахарова не будет. Без единой точки притяжения. Гостей притягивают на локальные площадки. Парки среди них в самом выгодном положении. Украсить почти всю аллею центральную. То есть это будет украшено иллюминацией, гирляндами. Первая елка, елка между детскими площадками. И елка последняя на центральной аллее, которая возле церкви находится. Световые фигуры у нас с прошлого года осталась. Талисман нашего парка Белочка. Вот эта Белочка у нас так и будет. Дополнительно мы опять же в целях экономии не покупали в этом году. Изумрудные только начали украшать. Обещают и снежный лабиринт, и фотозону, и музыку в вечернее время. А Дед Мороз будет дежурить в парке со 2 по 9 января. Мы все в предчувствии Нового года. Это новое удивительное свершение. Свершение всех наших мечтаний, желаний и побед. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком. А замечают ли барнаульцы приближение Нового года? Новогоднее настроение-то есть уже? Ну, как-то еще не особо ощущается. А по каким признакам понимаете, что Новый год скоро? Ну, во-первых, это оформление города, наличие, значит, предновогодних подарков в магазинах. Ну, пока еще не видно большой суеты. Ну, а сами как-то дома себе создаете Нового года? Да, уже украсили окна, повесили гирлянды. Елку на выходных поставим. Я только недавно прилетела из Москвы. Вот там более новогоднее настроение. Мы были на выходных в Новосибирске. И я была удивлена, потому что там вообще нет никакого новогоднего настроения. У них ничего не наряжается. Город не веселый. Когда приехала из Новосибирска сюда, подумала, да, в Москве хорошо, у нас тоже хорошо. Мне нравится, как украшают улицы города. А как бы нам трудно не было, ну, понимаете, новогодним духом мы поддерживаем даже тех мальчишек, которые на фронте. Ну, жалко все, печально. Ну, понимаете, ну, если мы не будем поддерживать, ну, что теперь делать? Ну, а как? То есть этот дух новогодний, он передается, понимаете? То есть силу дает. Поэтому, да, надо верить. Надо верить в лучшее. Все будет хорошо. Зима – финиш для футбола, но старт для катка. В парке спорта Алексея Смертина залили большую часть футбольного поля. Теперь это самый большой каток в истории парка. Несмотря на холод, любителей покататься собралось много. Тем более, что открывал каток и сам главный зимний волшебник. Дмитрий Дроздов продолжит. Где был футбол, сейчас фигурное катание, как минимум для любителей. Этой зимой поле в парке Смертина покрыли льдом. Теперь это самый большой каток в истории парка спорта. Две трети футбольного поля – ледяной глади. Барнаульцы сразу оценили такой масштабный подход. Нам нравится, хороший лед. Еще будем ходить обязательно. Я пришла с дочерью сегодня, потому что выходной день. Хочется встретить зиму гораздо лучше. Мы ходили в администрацию Ленинской, там маленькие, здесь как бы места много очень. Неплохо все. В минувшие выходные парк спорта организовал большой праздник для любителей спорта и зимы. Открывали каток с песнями, танцами и, конечно, Дедом Морозом. Здравствуйте, мои дорогие! Здорово, здорово! О, как ты выросла целый год! А для активных гостей провели спортивные эстафеты. Нам удобно просто рядом с домом, и мы будем сюда ходить. Каждый вечер после работы, после школы. Масштабы прекрасные. Ну, тут еще, я видел, написано было, Дед Мороз будет. Народ требует пространства. Поэтому все для людей, в принципе, чтобы люди катались, получали эмоции. И получали эмоции от хорошего льда. Поэтому решили только ради людей, потому что людям нужен масштаб. Каток в парке спорта работает ежедневно. С 12 часов дня до 9 вечера. А выходные с 11 часов дня до 10 вечера. Кстати, помимо уличного катка, здесь есть и крытый ледовый комплекс. Для всех желающих здесь действует прокат коньков. А в новогодние праздники с 1 по 7 января организаторы катка пройдут в парке спорта мастер-классы по фигурному катанию. Совершенно бесплатно. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. А у меня на этом все новости. Смотрите нас на 22 кнопки в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.